Как-то уютнее в ней ради самих себя. Вот в этом большая разница. Между тем хирургом, который, увидев это, не может отвернуться от этих факторов, и, к сожалению, той реакции, ну, я не могу что сказать, 100%, но какая-то, так сказать, близкая к этому реакцию, она здесь наблюдалась. Я и говорил, вы не врач, если вы видите, как у ребенка, который родился вот без этой головки, значит, верцевой кости, и благодаря вот этому воздействию, в том числе наших же учеников, так сказать, стал опять нормальным мальчиком, видно же, что он бегает, все прочее, так сказать, вот. Вы не врач, если это вас не интересует, если вы кричите, давайте, давайте, скорее всего, это завершайте, мне это неинтересно. Какой вы после этого врач? Она даже слушать не хочет. Потому что у них все рушится. Это рушится не так. Вот надо методику сделать восстановление у них, у всех, первозданного любопытства. Совесть, да. Они утратили, они законсервировались. Они вот как эти соки, они, наверное, не портятся, если их оставят, гадали. Но ведь, Людмила Ивановна, ведь это так и есть, это же технология. Вы помните вот песню о Кудеяре, да? И там есть замечательные слова. И у разбойника Лютого совесть Господь пробудил. Вот пробудить совесть, это на самом деле действительно технология. У них есть совесть. Они просто заморожены. У них мозги заморожены. Вот они научились. Вот они пытались потом покрупиться, добавить, добавить, но все, всякому, как хотим. У них совесть, если вы просто решаете их завтра. Если вы, конечно, с вами, то они... Ну вот я предлагаю, значит, сейчас мы вот эту часть, я попрошу тогда... Давайте заслушаем, как дальше поговорим. Да, Петра Петровича заслушайте. Саймона Кудрова заслушайте. Если Людмила Ивановна хочет что-то сказать, Людмила Ивановна академик. Она дважды лауреат государственной премии. На ее технологиях выстроен питерский завод ЛАМО. Хорошо. Если вот Людмила Ивановна тоже захочет поделиться своими наблюдениями, потому что она тоже не первый год наблюдает этот процесс, приезжает. Вот даже из Киева приехала ради того, чтобы вот здесь произошло. Саймон, вот я как говорил, из Америки. То есть люди вот здесь приехали из Казахстана. Там есть, видите, все-таки такая география. Для многих это как бы событие было настолько значимым, что они даже границы пересекали, чтобы посидеть. А для многих, кому надо было только вот на метро, там, запятачок, извините, проехать куда-то, да, для них вот это оказалось не очень интересно. Вот, значит, если вы принимаете вот такой регламент, что мы сейчас послушаем, да, потом нам надо сделать резолюцию, потому что действительно, что бы там ни говорили, мы все равно были в сердце вот этой научной ортодоксии. Извините меня, если вы ученые из этого, так сказать, клана, но я все равно говорю это, потому что вот я так воспринимаю. Вы можете не соглашаться. Согласны только резолюции. Должны были уже ваши сотрудники подготовить, а мы ее должны только заслушать. Ну, давайте кого-нибудь попросим тогда вот в этот вот сейчас наброски вот этой резолюции сделать. Есть такая штучка, да, которая называется генетический код, да. Погромче. Погромче. Вот, насколько я понял, у нас общий взаимоважение, но тем не менее это очень приятно. Единомышленники, их пока мало. Основная масса медиков там осталась, это печально. Но тем не менее дали все-таки слово, это очень важно. Это прорыв, это прорыв. Потому что раньше просто не хотели слушать. Так вот, я расскажу о том, что мы вот последний год сделали после замороженного состояния, после возвращения нашего из Канады, из славного города Торонто. Прошло уже без малого пять лет. Ну, пять лет были посвящены тому, что мы пытались безуспешно соблазнить медиков, чтобы они как-то, так сказать, среагировали на нас. И тем не менее, благодаря тому, что я с Аркадьевым очень поездил по стране, и вот бывал в Нижнем Новгороде в частности, и выступал там по телевидению, образовалась такая группа медиков. Это Академия медицинских наук, Нижегородская Академия медицинских наук, СНИЛ, там есть такая группа очень таких молодых, интересных медиков, которые сказали, обучите нас, а мы сделаем то, что вы делали в Канаде. Я сказал, окей, ребята, только надо небольшой пустячок закупить лазер, потому что у меня нет личных денег. Они закупили лазер, который мы модифицировали, потому что в основе того квантового компьютера, который мы пользовались для наших экспериментов, был лазер, но специальный такой, специальный лазер, который чувствует поляризацию. Вот когда фотоны зондируют биоструктуры в клетке живые, или там препараты, то они поляризуются. Там две ортогональные модули, и вот в нашей физике, есть такой лазер Александр Николаевич, он изобретатель этого лазера. И в далеком 1996 году я, видимо, по наитию, по информации, которая шла от Творца, значит, решил его попробовать совершенно в другом ключе, в котором мы раньше не использовали. И случилось, в общем-то, для меня, по крайней мере, это было чудо. Поскольку он работал на поляризациях, а тогда меня давно уже интересовало, а почему же все-таки? Мы все состоим из оптически активных молекул, в основном, в исключении минеральных компонентов, и ДНК, и РНК, и белки, то есть основные информационные биомакро-молекулы, все они оптически активны. То есть они обращают плоскость поляризации света, более того, они обладают способностью дихоичности, то есть они по-разному поглощают право-лево поляризованный свет, и на этом основаны очень большие исследования по структуре хроматина, и дисперсия оптического вращения. Моя первая десантация была в значительной степени посвящена дисперсии оптического вращения, то есть оптическое вращение по разным длинам волн, которое меняется с максимальным катоноэффектом в области 260 нанометров, вот такая кривая дисперсия оптического вращения оказывается, описывается в равнениями определенными, наравнения Гянга-Моффета, где есть параметры, альфа, бета, значит, коэффициенты, которые отображают количество альфа-спиралей, бета-структур и хаотических клубкообразных, так сказать, структур в белках. То есть понимаете, это меня навело на то, что, во-первых, я поставил перед собой вопрос, на который, в общем-то, ответа нет пока, а вот сейчас он появился. А почему, собственно говоря, у нас L-анинокислот, а не D, и почему это не рацемат? Вот отсюда все пошло. И поскольку лазер был способен был ловить, так сказать, поляризационную динамику, то я начал думать в этом направлении. Однажды мне пришло в голову, что надо сделать некую схему, так называемый резонатор фабри-перо, который вы прекрасно знаете, да? То есть завернул пучок назад, короче говоря. И при этом, значит, я ввел туда препарат NK, поскольку он оптически активный. И получилась очень интересная вещь, которая сейчас лежит в основе всего того, что мы сделали. А что мы сделали? Мы передали генетическую информацию на расстояние. А точнее, генетико-метаболическую информацию мы передали на расстояние. В Торонто это мы сделали на расстоянии 20 километров. Сейчас я вам расскажу эту предысторию этого эксперимента. А сейчас я вот такой небольшой экскурс в область физики этого процесса, который мы обеспечили, фактически мы создали, если можно так сказать, квантовый биокомпьютер. Потому что тут лазер играет роль не просто лазера, который чувствует поляризацию, но он является фактически ядром биокомпьютера. То есть, сделавши вот такую оптическую схему, когда вы вводите в лазерный пучок биообъект, ткань живую для живой клетки, или экстракт, или еще что-либо, и заворачиваете пучок обратно вот по схеме фабрибера, то вы получаете модулированные по поляризациям фотоны, причем мы использовали красный лазер, а если брать нутрофиолетовый, он будет на порядке мощнее, но мы до него не добрались, потому что он стоит примерно 20 тысяч евро, а этот красный лазер стоит примерно 2 тысячи евро. И мы получаем фотоны, модулированные по поляризациям, то есть несущие генетическую, а точнее генетическую информацию, потому что все метаболиты, повторяю, оптические активы, и их состояние структурно-функциональное отображает метаболический статус. И ДНК — это часть метаболизма, но ключевая, стратегическая. Поэтому мы считываем, так сказать, тотально всю информацию и переводим ее в поляризованные фотоны, а потом поляризованные фотоны в рамках теории локализованных фотонов превращаются в радиоволны. В радиоволнах вот эти поляризации векторов УМО «Пойтинга» сохраняются, и сохраняется между ними некая информационная связь. И вот такие радиоволны, вот с такими хитро поляризованными векторами УМО «Пойтинга», причем поляризованные, не обязательно эти вектора под 90 градусов, они могут даже параллельно, мы выходим на продольные волны, но я тут уже влезаю в область физики, поэтому я здесь заканчиваю эту часть физическую, а перехожу к биологическому. Маленький теоретический экскурс, чтобы вам было понятно, что мы сделали в последний год. Есть такая вещь, которая называется генетический код. Великолепное, блестящее достижение у Отсона Крика. Крик создал триплетную модель генетического кода, он очень скромно ее оценил как способ описания шифровки аминокислот в первичной структуре ДНК, все, больше он ни на что не претендовал. Но это было мгновенно превращено, значит, делягами от науки, и может быть на первых этапах это было правильно, в бренд, и генетический код превратился в бренд. Теперь смотрите, значит, кратенько, почему я вам говорю в генетическом коде, потому что там есть одно противоречие, которое Крик, в принципе, Крик, значит, назвал воблгипотезой. Красиво звучит, все очень хорошо. Но суть ее заключается в том, что вот те триплеты, которые кодируют аминокислоты, оказывается, два кодона в триплете коррелируются аминокислотами в белковой цепи, а третий не коррелирует, он является случайным. То есть он качается, или по-английски вабл, качает. Значит, вот это вот Ахиллесово пята, которое он так изящно назвал воблированием, этот вобляж фактически выводит на совершенно другие измерения генетического кодирования, и об этом предпочитают генетики не говорить, потому что это выводит совершенно в другие области знания, которые сейчас пока либо недоступны, либо намеренно прикрываются. Потому что, как вот мы сейчас видим, фактически, если признать все, что делает Аркадий Науч и другие кудесники России, это выход совершенно на другую медицину, на другую биологию, на другое. Это значит огромное распределение финансовых потоков. Это людям надо переучиваться, это потеря зарплаты, и поэтому никто не хочет на это идти. Все, инертность такая, никому не надо. А апеллировать к совести, когда карман пуст, это довольно сложное дело. Так вот, третий воблирующий нуклеотид. Что это дает? Вот взять каноническую таблицу генетического кода, то при ее простейшем анализе сразу же возникают вещи, которые впервые, в общем-то, подчеркнул некто Ульф Лагерквиз в 1978 году. И он написал статью, которая, значит, была так как-то завуалирована, и они, в общем-то, мало кто знает, на самом деле, вот он увидел. Увидел, хотя это было очевидно, и сам крик, френцис крик, создатель вот этой модели, вместе с Маршином Ниренбергом они эту модель создали, он это понимал, но спрятался за красивым, так сказать, красивым названием воблгипотеза, которая говорит, да, третий нуклеотид качается, он может быть любым, а если любым, то тогда получаются вещи, которые совершенно явно видны при простейшем анализе таблицы генетического кода, которые проделал Лагерквиз. Он увидел, что дублирующие, вот эти знаковые дублеты, которые коррелируют в нуклеотиде с аминокислотами, могут быть одинаковыми, но при этом триплет кодирует разные аминокислоты. Эта ситуация называется амонимия. Но синонимия для генетического кода, она давно известна, то есть множество из акцепторных транспортных аминка, значит, много триплетов кодируют одну и ту же аминокислоту. Ничего страшного, это хорошо, безбыточность кодирования, это прекрасно. Но когда мы встречаемся с проблемой амонимии, амонимия автоматически следует из таблицы генетического кода, то это означает, что два одинакового дублета кодируют разные аминокислоты. Следовательно, рибосонный аппарат встречается с проблемой, которую он должен решить. Это то же самое, как классический пример с луком. О каком луке мы говорим? Лук, который едят, или лук, из которого стреляют, или это английское слово лук, смотреть, вообще непонятно. Значит, в лингвистике эта проблема решается очень просто. Амоним, вот с таким неоднозначной семантикой, помещается в контекст, и тогда понятно, о каком луке идет речь. Оказывается, то же самое распространяется и на информационный рынок, который, значит, кодирует белок. И когда рибосонная сталкивается с амонимичным кодоном, точнее, дублетом, она должна решить проблему. Какую аминокислоту выбрать? Там валин или лицин? От этого зависит, будет ли белок аномальный и вызовет какие-то патологические процессы в организме, или это будет нормальный белок. Так вот, оказывается, выбор аминокислоты зависит от контекста информационного рынка. Это выражается в том, что нуклеотиды, которые стоят на сотне и тысяче оснований до места включения аминокислоты, а сайт рибосоны определяет выбор аминокислоты. То есть далеко от стоящей нуклеотид вызывает, так сказать, вот такой выбор. То есть это и есть контекстная ориентация. Что это означает? Это означает, что белоксинтезирующая система с основной фигурой рибосомы должна обладать квазимышлением. Я подчеркиваю квазимышлением, потому что не мышление на уровне головного мозга, а мышление и сознание на уровне генетического аппарата. Потому что мышление и сознание — это фрактальная структура. Есть высшие формы мышления, которые свойственны коре головного мозга. Есть более низкие формы. А кора головного мозга не более, чем ткань, но обладающая высшими функционными потенциями. Вот эта фрактальность мышления, она распространяется, видимо, именно генетический код. И таким образом мы должны признать, что если мы видим контекстную ориентацию при синтезе белка, а синтез белков — это один из ключевых моментов метаболизма, если мы видим такие контекстные ориентации, значит, мы автоматически должны признать, что белоксинтезирующая система, генетический аппарат в целом и клетка в целом обладают способностью мыслить, но мыслить на своем углу. Вот эта часть, которая выводит генетику совершенно другие ареалы, ментальные, эта часть игнорируется, потому что это означает пересмотр, а точнее, дополнение модели генетического кодирования. Эта модель не полна. Значит, мы должны признать, что та часть ДНК, которая кодирует белки, она является как бы текстовой, или кваси текстовой. То есть белки — это тексты. Переотображение текстов ДНК, РНК, ДНК и белки. Потому что там коллинеарное, так сказать, взаимоотношение, то есть посредством клеотидов соответствует последствиям не кислот. Если мы понимаем, что РНК — это текст, РНК — это текст, белки — это тоже тексты. Но есть относительно примитивные тексты — это ферменты. Значит, основной набор генов у нас, примерно 30 тысяч генов, это в основном ферменты. Но есть масса белков и, соответственно, масса последовательности нуклеотидов ДНК, которые не являются ферментами и кодируются не ферменты. Это, прежде всего, белки, которые синтезируются в коре головного мозга. Что это за белки? Почему белок, синтезирующий аппарат коры головного мозга обладает самой мощной системой синтеза белков, никому не понятно. Значит, мы предполагаем, я предполагаю, эту мысль я высказываю, вот сейчас третью книгу я практически закончил, что коррелятом мышления и сознанием являются все-таки материальной структурой, несмотря на то, что они несут идеальное начало. То есть мы мыслим быстро синтезирующимися последовательными аминокислотами, то есть белками, которые очень быстро синтезируются в коре головного мозга, тогда, когда мы думаем. А если мы еще не успели синтезировать эти долги, то это называется подсознание или интуиция. Индоботием любой мысли является слово. Вначале было слово. И не только вначале. Оно есть и всегда было. Значит, вот такой теоретический экскурс в сторону того, что генетический аппарат это текстовая структура, и эта текстовая структура занимает 2%. А сейчас мы уходим на другую часть генетического кодирования. Значит, вся наша ДНК имеет 2% кодирующих последований, которые кодируют белки. Ну и гены, которые кодируют ДНК. Их меньше. И вот программа геном человека фактически продемонстрировала свою полную несостоятельность. Когда были угроханы, так сказать, два десятка миллиардов долларов или даже больше, в итоге мы оказались в очень смешном положении. В генетике оказались в смешном положении, что гены кишечной палочки, которая обитает в нашем кишечнике, и гены человека практически идентично. Дрозофилы то же самое. Обезьяны то же самое. Свиньи, ослы и так далее, и так далее. На рабочий набор генов, которые кодируют ферменты, одинаков. Тогда спрашивается. Вот спросите любого генетика. Он будет крутиться и вертеться. Так чем же мы генетически отличаемся от собственной кишечной палочки? Буду говорить, что вот разные последовательности, включения этих программ, синтеза белков, вот они как-то, так сказать, вот у разных видов по-разному, но это все отливорки. На самом деле это признание полной состоятельности этой программы, и генетика встала, совершенно загнала сама себя в тупик. Значит, а спрашивается, хорошо, 2%, которые одинаковы, фактически для всех видов живых существ на земном шаре, а 98%, которые считаются мусором, сейчас уже стыдливо читать, не говорить, что это мусор. Да, это ДНК, так сказать, вот это 98% не мусор, она выполняет какие-то определенные функции, ну, например, структурирует вот эти вот самые 2% генов, чтобы они, так сказать, были как-то в пространстве. То есть отговорки. Биосистема не терпит ничего лишнего, она их выбрасывает. Ну, масса других вопросов, значит, почему вот это вот самое избыточное ДНК, мусорное ДНК, почему там происходит транспозиция, кажется, гены могут прыгать по хромосомам, зачем, почему у них не сидится на месте, они прыгают почему-то. Ну, прыгают они, в частности, по очень простой причине, о которой он говорит. Если поменять контекстное окружение генов, он приобретет совершенно другой смысл. В частности, онкоген. Онкоген в норме выполняет нормальные функции, например, функции пролиферации клеток. Если он перепрыгнул с места на место, то у него совершенно другой смысл, онкологический, он становится онкогеном. То же самое геном вирусе СПИДа. Это большой кусок ДНК, он внедряется, ревертазная копия, значит, ДНК-копия ревертазная входит в генетический аппарат наших клеток, лимфоциты, и сидит себе спокойно. И ничего не происходит. Вдруг в какой-то момент времени человек заболевает СПИДом. В чем дело? Почему она стала вдруг работать? Оказывается, идет транспозиция. Значит, генома вируса СПИД по хромосоме, или возникают другие последовательства за счет вот этих самых транспозий, которые справа-слева стоят. И совершенно другой контекст. И коса, слово коса, из невинного слова коса девичина превращается в косу смерти. Понимаете? Вот вам простая аналогия. Или запятая. Понимаете? Генетический код еще как текстовая структура обладает способностью пунктуации. Значит, запятую перенесли. Казнить нельзя, помимо. Ну, классический пример. Вот, вам так сказать, то, что касается кратенько лингвистической части. Лингвистической части. И которая имеет, кстати говоря, очень интересное последствие, когда ты разговариваешь с человеком, с животным, с растением, ты вводишь в него текстовую информацию и ты ему программируешь. Потому что человеческая речь и последовательность приодитов в ДНК, если их проанализировать, так сказать, методом хаотических игровых представлений и многим другим методом сейчас это делается очень хорошо, то оказывается, что человеческая речь это квази-генетический материал. Поэтому любой политический деятель, любой хороший оратор или отец, или мать, которая разговаривает с ребенком, идет программирование на уровне вот такого ментального генетического. Понимаете? Потому что и все, что написано, это является социо-фармасомой. Все книги, все чертежи, все идеи, которые записаны в тонных бумаг, начиная от клинописи, это социо-фармасома. Значит, с этим мы, так сказать, немножечко разобрались. По этому поводу мы много чего написали. Теперь, 98% ДНК не кодируют. Бред. Значит, кодируют. Вопрос, на каком уровне? Мы говорим, это совершенно другой уровень кодируют. Потому что ДНК в составе хромасомы является жидким кристаллом, и последовательность нуклеотитов складывается в определенные кристаллические структуры с определенными топологиями. Эти топологии знаковые, в частности, галограктические. Но это не отдельный клешный ядро, а это совокупность континуума хромасом является элементами голограмм. И вообще, голографический принцип управления в биосесиме универсальный. Вот то, что кара головного мозга является голограммой, уже кто-то спорит с работой га-бара, это очень известно. Великолепно, блестящая для работы физикал-ревью Рената Нотлили в 85-м году шеверская волновая голография коры головного мозга. Одна блестящая работа, вторая в 87-м году тоже физикал-ревью называлась шеверская ионная волна в животных памяти, где он увязал электроэнцефалографию с голографией. То есть память коры головного мозга она голографична, а это ассоциативная память. Вы можете оперативным путем и так делать в хирургии удалять часть коры головного мозга, а память остается. Это как голограмма. Любой кусочек голограмма, не меньше, чем длина волны, дает целостный голос. Но чем меньше голограмма, тем меньше дыша ища способность, тем более тусклый голос. Значит, голографическая память, которая обеспечивается такими решетками жидкопристолическими. Но для того, чтобы прочитать голограмму, нужен свет. Вопрос. Причем, если у тебя множественная голограмма, записанная, так сказать, на разных гуглах и так далее, на разных длинных волн, значит, ты должен обладать светом, который читает эти голограммы. Потому что каждая голограмма, то есть, голограммы могут быть записаны разными длинными волнами, короче говоря. Значит, является ли наш хромосомный континуум лазером? Да, является. Это еще предполагал Гурвич в 1924 году теория геологического поля и так далее, за которые сталинскую премию получал, выгнали в Германию и там почем. Ну, блестящее было предвидение, что, значит, хромосомы, гены имеют волновой эквивалент. Понимаете, вся теория геологического поля используется к очень короткой фразе. Гены имеют, или хромосомы имеют волновой эквивалент. Так вот, этот волновой эквивалент как раз выражается в том, что, значит, хромосомный континуум является мультиплексной голограммой. И одновременно это же, этот хромосомный континуум является системой излучения когерентных полей. Когерентных полей. Значит, это было довольно четко показано косвенным образом, Фрисом Альбертон-Попом, который в Германии живет, и подогается тоже астатизму по тем же самым причинам, что и мы. Я возвращаюсь к тексту ипостасин генетического кодирования. Вопрос, кто читает эти генетические тексты? Что там, есть маленький человечек с линзой, который сидит и читает и понимает, да? Оказывается, в роли таких структур, которые являются квазичтецами, наступает салитон, то есть уединенные волны, которые возбуждаются за счет крутения колебаний на лебенка и идет чтение, и при этом они свое поведение резко меняют в зависимости от того, какой текст им попался. Значит, это все теоретическая подоплека от того, что мы в конце концов сделали реально руками. Спросим, ну и что? Ну, а чем вы поможете генетике, лечению людей и так далее, и так далее? И какое-то отношение имеет к регенерации органов Таткай, то, что делают Петров, Аипик, Групповой. Есть коррелеты какие-то, вот они, вот это реальные физические коррелеты, которые мы описали с точки зрения физики и описали математически, потому что я всегда работал в среде очень сильных физиков и математиков. Вот это мне повезло. 10 лет фиани не зря пройдут. Так вот, значит, 2000 год, 2000 год, 7 лет назад, значит, лазер наш оказывается способен как бы реагировать на те структуры, которые мы подставляем в режиме обратного отражения, в режиме резонатора интерфермента Фабри Перу, мы получаем излучения радиоволк, которые несут информацию об объекте, который вставлен, так сказать, в пучок лазерных. И сразу же возникла идея, а нельзя ли проверить биологическую активность этих излучений? Как проверить? Ну, были эксперименты, которые предшествовали самому главному, что мы сделали в городе Торонто в частности, и это имеет прямое отношение к лечению рака, спида, туберкулеза и так далее, и так далее. Что мы делали? Мы сделали простую вещь. Мы взяли, выделили ДНК из растения робидопсистальяна. Изученные растения в горе поперек, киномсик, венерован, это растительный дрозофил, как я называю. Мы выделили в чистом виде препарат ДНК, ребята, с которым я учился вместе в аспиратуре, значит, дали нам этот препарат. Что это значит препарат ДНК выделенный, да, в чистом виде? Это означает, что это поломанный генетический аппарат, потому что там нет образованный, вот, то есть это испорченная информационная матрица, скажем так. Вот мы ее вставляем в лазерный пучок, читаем с нее информацию, точнее, дезинформацию, и на расстоянии 7 километров это делается в Институте проблем управления Российской академии там, где я проходил 8 лет, до Канады. Эта информация распространяется во все стороны, достигает в том числе и Института общей генетики, где работает, значит, человек, с которым мы много лет, Абрамов Владимир Ильич, генетик, специалист в области генетики как раз этого, арбидопсистальяна. Подаем на проростке этой же линии, строго этой линии арбидопсистальяна, и что мы видим? Что видит этот самый бедный Володя Абрамов? Он видит нечто, от чего, так сказать, что его приводит в шоковое состояние. Все пропостки 100% смутировали. Выскочили так называемые бренали, летальные мутации, которые, так сказать, видны, четко фиксируются при морфогенезе, там, аномальные листья, аномальные шипики, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Этих мутаций очень много. Он эти результаты просто спрятал и не показывал долгое время, когда он мне показал, что получилось-то. Он говорит, да вот так и так. Он говорит, боюсь, что меня просто выгонят из института, если это увидеть. Фактически, что это было? Это предтеча будущих лечений. Как вы подошли к теории органов? Как вы стыкуетесь? Я тоже занимаюсь опытными человеками, я никак не могу состыковать. Я поругался, он услышал. Вот он нас обругал, да, неправильно сделал. Как не могу состыковать? Я думаю, ну, елки же палки. Я там даже стихами пошутил. Когда человек мыслит, да, ведь голова излучательная, правильно, излучательная. Да, электроэнцефалограммы, так сказать, все это давно меряется. И спиной мозг все излучает. Все, и руки включают. На этом основано лазер, так сказать, классический. Петрович, помните, даже было такое там стихотворение, судьба затейница шалуни распорядилась так сама, всем глупым, счастья от безумия, всем умным, горе от ума. Там была такая фраза, ну, по поводу вот этой ситуации. Ну, хотелось понять, ну, как же так, вот человек вот промыслил, да? Да. Ну, так вот, очень, на самом деле, понимаете, что мы, возвращаемся, опять-таки, к нашей модели. Значит, хромосомный континум, который является основной инкрунационной фигурой, фигурой всех клеток, в том числе, и коры головного мозга, излучает очень слабые электромагнитные поля в широчайшем диапазоне. В широчайшем. Это радиоволны, вся видимая область ультрафиолет, и кончает бесконечно длинным миром. Вот, пожалуйста, вам огромный пул, значит, волновой информации, причем там, повторяю, эти вот, к второму потингу могут вот так вот, то есть там способность кодировать, гигантская, бесконечная, то есть эти вращения, каждое вращение, как буква. Система вращения дает вам фразу, если вы...